Вот здесь находится тоже лаборатория, в которой проходят все студенты радиофизики. Это практикум по радиофизике и электронике. Здесь мы изучаем не только основы, но уже, скажем так, продвинутые устройства в области радиоэлектроники. То есть здесь, опять же, различного рода генераторы, полупроводниковые, даже ламповые. Почему? Потому что все-таки устройства такие еще существуют. И фильтры различного рода, вот линии задержки, видите. И самое главное, что мы здесь учимся работать с аппаратными средствами. То есть у нас здесь генераторы, вольтметры, спектроанализаторы различного рода. И мы все-все-все, ослографы, и мы учимся с этой приборной базой работать. Потому что, когда вы приходите на предприятие, очень важно, чтобы вы работали с теми приборами на предприятиях, с которыми вы учились. Поэтому мы стараемся здесь самые разные, и можно поставить более простые устройства. Но мы сейчас ставим более дорогие устройства. Почему? Потому что то нужно, с чем вы столкнетесь на предприятии. И вот здесь вот тоже можно, вот видите, увидеть, опять же, такие лабораторные стенды National Instruments. Но уже здесь другие лабораторные работы. Мы здесь, например, различные полупроводниковые устройства изучаем. Изучаем основы того, как устроен компьютер. То есть компьютер ведь тоже на основе электронной базы определенной. Вот здесь вот есть и различные, ну, скажем, триггерные устройства, с помощью которых мы потом строим более сложные устройства. И устройства памяти, например. То есть, вот видите, тут самые-самые различные стенды. Опять программный пакет. Моделируем какое-то устройство. Его не распаиваем, а вот создаем с помощью таких вот плат. И потом модель сравниваем с реальным экспериментом, который здесь получен. Здесь очень-очень много лабораторных работ различных. И вот студенты много времени проводят в этой лаборатории. Ну, я думаю, что здесь все понятно, да? Идем дальше тогда. Еще я покажу вам одну очень интересную лабораторию, которую мы открыли с одной западной компанией. Налево уходим. Кажется, еще одна группа будет. Так-так, проходим и открываем налево дверь и заходим. Здесь лучше смотреть на город, чем на лаборатории, да? Так. Так. Ты не души? Ну, если... Смотри. Ну, давай я расскажу. А потом ты... Если надо будет, я так... Заходите в бюджет. А... Проходите сюда. Значит, здесь очень интересная лаборатория. Сначала у нас здесь была лаборатория микропроцессорной техники. И вот посмотрите, какие устройства мы изучаем. Это фактически микро-EVM. То, что вот компьютер у вас есть, да? Но мы, в отличие от того, что у вас уже запрограммировано, мы здесь создаем свой компьютер. Причем мы можем на кристалле, вот, например, значит, вот таком, да? На таком кристалле создать свой компьютер, то есть свой процессор. И причем его запрограммировать таким образом, что он не будет иметь аналогов. Но он будет специализированный для обработки определенных сигналов. Поэтому мы его можем поставить, например, в кофеварку. И эта кофеварка будет по определенной программе нам варить кофе. Вот самые-самые различные устройства. Это микроконтроллеры, микропроцессоры и так называемые плиски. Это большие интегральные микросхемы с программируемой логикой. То есть получается, что там в пассивном режиме находится устройство, которое мы программируем для определенной работы. И это позволяет нам такие устройства ставить как в ракету, отправлять в космос, отправлять под землю. То есть все вот с помощью таких устройств потом управляется. На роботов ставить, робототехника вся на таких устройствах устроена. Поэтому фактически здесь вот основа того, что необходимо. Но, вы знаете, сейчас мы по частотным диапазонам, если вы знаете, идем все выше и выше и выше. Поэтому мы сейчас работаем в СВЧ-диапазоне. Вот если вы следите за развитием военной техники, то вы знаете, там фазированные антенные решетки, которые за 300 километров определяют, где какая цель. Значит, при чем следят за этими целями? Их могут быть десятки. Вот это вот все создается на основе локатора в СВЧ-диапазоне. И вот мы с американской компанией, это компания Agilent, она сейчас переименовалась, разбилась на две компании. Кейсайт создали здесь лабораторию, которая называется лаборатория СВЧ-проектирования и радиотелекоммуникации. Это учебно-научный центр. Вот мы сейчас говорим, санкции какие-то, да? Ну вот мы работаем с американской компанией, и эта компания крупнейшая в мире в этой области. И они нам в прошлом году подарили программное обеспечение, коммерческая стоимость которого 240 миллионов рублей. Вы скажете, почему такая щедрость? Щедрость заключается в том, что если мы будем учить вас работать с этим программным обеспечением, то дальше вы, придя на предприятие, скажете, мне нужен такой программный пакет, потому что с помощью него я все смогу сделать. И, соответственно, появятся продажи вот этих пакетов уже в России. То есть, альтруизма здесь нет, но понятно, что нам это тоже очень выгодно. Почему? Потому что это лидер номер один в СВЧ-проектировании. И вот это программное обеспечение, вот, например, здесь показана студенческая работа проектирования антенны. простое. Видите? Совсем. Да? Да, ну... Это работа вот, это вот такая вот маленькая антенна. Соответственно, вот антенна, и ее модель представлена вот здесь, рассчитана и показана ее диаграмма направленности. У тебя нет микрофона, поэтому я продолжу. Значит, вот мы сейчас разрабатываем такие антеннки, которые называются фрактальными, которыми в 3-4 раза меньше, чем обычные антенны. И вот ее моделирование вот как раз показано. Видите, что это для сотовых систем. Нужна всенаправленная антенна. Видите, вот в виде такого яблока, что ли, показана. То есть в разные стороны сигнал излучается одинаково, да? То есть мы не имеем какие-то области, где будет у нас маленький сигнал, и за счет этого мы не сможем его получить. И вот здесь вот на самом деле, вот видите, какое программное обеспечение, достаточно много такого, да? Ну, например, есть тут такие работы. Вот система стелс в самолетах, да? Вы знаете, вы ставите туда какую-то антенну на крыло или датчик на крыло, и система разрушается. Почему? Потому что вас начинает эта антенна переизлучать, создавать отраженный сигнал, и вас уже становится видно. И вот мы с помощью этого программного обеспечения можем промоделировать эту систему стелс и посмотреть, какой контур будет наиболее, значит, меньше переотражать сигнал в определенном направлении. Более того, мы можем посмотреть, вот стоит радиолокатор, скажем, противника и какая-то местность. Мы можем смоделировать эту местность, смоделировать самолет и смоделировать сигнал радиолокатора и посмотреть, где этот самолет пройдет без регистрации с помощью этого локатора. Представляете, с помощью, еще имея подстилающую поверхность вот этой местности. То есть это совершенно уникальные вещи, и много что здесь можно делать. И в частности, мы можем, например, даже имитировать сигналы, которые возникают на космических станциях, то есть не только радиолокационные, а там же солнечные батареи, они разряжаются, заряжаются, и вот даже с учетом вот таких вот вещей мы можем все это делать. Но я просто хочу сказать, для чего это нужно. Дело в том, что с помощью такого программного обеспечения мы можем разрабатывать наши устройства примерно за год до задумки этого прибора, до уже его реализации, это год-полтора. А сейчас это делается очень долго, это 5-6 лет. То есть мы выиграем вот в этой технологической гонке, обладая такими возможностями по системам автоматизированного проектирования. Ну и вот еще один приборчик покажу, уникальный здесь, и на этом, может быть, уже все и закончатся наши. Вот смотрите, это анализатор цепей, да? Вообще говоря, он работает в очень высоком диапазоне до 110 ГГц. Вот аналога сейчас этого прибора в России нет. И вот в частности, для чего мы его используем? Вы знаете, что когда нефть добывают, там идет и нефть, и вода, да? Вот мы сейчас создаем устройство, которое будет определять, а сколько в трубе там нефти и сколько воды. Не с помощью химического анализа, а в режиме реального времени, когда идет поток вот этой нефти и воды. То есть это вот установка, которая имитирует этот процесс. Вот наш датчик, мы сейчас делаем проточный такой датчик, вот здесь будет, он засовывается вот в это отверстие, и мы вот получаем такие данные. На самом деле очень интересное устройство, например, раковые клетки, да? Они обладают определенным спектром, когда мы на них воздействуем, радиоволны отражают в определенном частотном диапазоне. И вот с помощью этих устройств, например, сейчас делаются операции, когда в процессе операции определяет раковая клетка или не раковая, с размером порядка двух миллиметров. То есть вы сейчас знаете, когда рак раковой клетки, операции делают, там, ну, вырезают пол печени сразу, там, или еще что-то. Так вот здесь можно в процессе операции определять, вот, не без биопсии, как вот делают, там, а вот реально в процессе выполнения операции. То есть вот такие даже вот вещи можно делать. Поэтому это вот, ну, здесь, конечно, нужна определенная оснастка, мы, конечно, к этому еще не подошли, но, в принципе, вот в мире такие поисковые работы уже проведены, и вот они именно сделаны на таких приборах. Поэтому мы здесь многие вещи, много чего еще сможем сделать именно в междисциплинарных исследованиях с точки зрения, вы знаете, у нас медицинский, ведь биологомедицинский факультет или институт сейчас открылся, да? Вот это тоже работа, и пойдут в это русло. То есть мы с помощью наших радиофизических методов создаем средства диагностики для медицины. То есть это тоже очень интересный вопрос. Так, ну, на этом я вот хотел бы закончить. Я вообще рассказал вам только о лабораторных стендах, и чуть-чуть только об наших исследованиях сказал, да? Я вот одну только, один факт скажу. 30 лет назад мы создали устройство, с помощью которого мы можем осуществлять сличение шкал времени, то есть передавать шкалу времени с этой точки в эту точку с точностью до 1 наносекунды. Сейчас летают спутники GPS GLONASS, и эта точность составляет 30 наносекунд. Вот 30 лет назад мы создали устройство, которое работает с точностью до 1 наносекунды. Я сейчас смогу спокойно это говорить, что такие устройства используются на кораблях и в подводных лодках, а если мы знаем шкалу времени и знаем, с какой скоростью мы куда плывем, то мы точно определяем свое местоположение. Вот такие еще, видите, во времена Советского Союза создавались такие устройства. Мы занимались за горизонтной радиолокацией. Вот если на территории Украины есть Николаевский радар, он, к сожалению, сейчас не работает. Запускались в Америке ракеты, и по плазменному следу ракеты, которая запустилась там, здесь через весь земной шар проходила радиоволна, и по изменению структуры этого радиосигнала определилась, какая ракета была запущена. Представляете, фантастические вещи, которые были и есть в Советском Союзе, и мы об этом, мы этим занимались, вы об этом и не предполагали, и не знали, но надеюсь, и сейчас идет новый, скажем, этап нашего развития. Почему? Потому что мы понимаем, что не хочешь, как говорится, развиваться, не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Поэтому вот эта фраза, она, в общем-то, отражает, что все технологии — это космос, это военные технологии, они потом идут в гражданский сектор, и они потом дают новый этап развития. Потому что сотовые телефоны отнюдь не создавались, как сотовые телефоны. Это системы связи специального назначения, широкополосные системы связи. В 70-е годы Россия такие системы создавала, они были, конечно, не такими миниатюрными, а большими, но они были в войсках, они работали. Поэтому с этой точки зрения наша специальность, наше направление очень востребовано. Информационная безопасность и радиофизика. И поэтому, вот, если я вас хоть немножко вдохновил, приходите к нам учиться. Есть вопросы ко мне? Все, спасибо тогда. До свидания.